Вы даже не представляете, что я сегодня нашел. Это можно назвать буквально «спалились на нефти». Давайте начнем. В конце прошлого года, в 2023 году, американские инвестбанки и энергетические агентства представили свои прогнозы спроса и цены на нефть на 2024. Эти прогнозы очень важны, поскольку именно на их основе составляются графики капекс, капитальных вложений и графики добычи нефти на месторождениях энергетических компаний. Barclays – это лондонский банк, который финансирует большую часть энергетической торговли Европы. И он спрогнозировал, что средняя цена на нефть марки Brent составит 93 доллара за баррель в 2024 году. Большинство других прогнозов совпали с прогнозом Barclays. Прогноз Управления энергетической информации США, EIA, прогнозировал, что цена составит также 93 доллара за баррель. Bank of America прогнозировал среднюю цену в 90 долларов за баррель в 2024 году. А Goldman Sachs прогнозировал 94 доллара за баррель. Что ж, сейчас на дворе заканчивается третий квартал 2024 года. И что-то я не вижу цены в 90-94 доллара. Напротив, цена упала с 90 долларов в апреле до 70 долларов сейчас. Barclays, Goldman Sachs и EIA прогнозировали, что средняя цена на нефть марки Brent будет составлять 93-94 доллара за баррель в 2024 году. Именно на основе этих цифр их клиенты в энергетическом секторе и составили графики производства и добычи, а также сделали инвестиции капекс. Но эти цифры, как мы видим, не оправдались. Ситуация, с которой сейчас сталкиваются производители нефти, имеет два аспекта. Первый. В 2024 году мы видим реальное падение спроса, связанное с электрификацией транспорта в Китае и доступными китайскими технологиями чистой энергии, которую китайцы экспортируют в мир развивающихся стран. Стран, которые должны были стать новым огромным рынком для нефтяных компаний по мере их развития. Но из-за электрификации транспорта и китайских технологий чистой энергии не стали. И, наконец, второй аспект – это страны БРИКС и развивающийся мир. Они также меняют предпочтение в выборе поставщиков нефти. Их спрос на нефть по-прежнему высок, но он смещается от американских поставщиков. И поскольку эти БРИКСовские рынки уходят от американских поставщиков и банков, США больше не видят эти рынки. JP Morgan специально для Rickzone, специализированного издания по нефтяной отрасли, объяснили, что их компания также ошиблась в прогнозах на нефть. Это статья от 20 сентября. Глобальный спрос на нефть оказался на 600 тысяч баррелей в день меньше, чем они прогнозировали на третий квартал этого года. С начала года JP Morgan недооценил спрос на 400 тысяч баррелей в день. Также они переоценили и среднюю цену на нефть в 94 доллара за баррель. Это значительные ошибки в прогнозах и для потребителей тот факт, что цены на нефть значительно ниже, чем кто-либо ожидал, являются хорошей новостью. В какой-то мере это повлияло и на инфляцию, и на то, что ФРС США снизила ставки. Но для производителей все совсем не так. Большинство крупных нефтяных месторождений в США становятся прибыльными при цене в 90 долларов за баррель и начинают терять деньги при цене 70 долларов за баррель. Это график безубыточности цен на нефть по всей территории США. Синяя линия показывает, где должна находиться цена на нефть WTI для того, чтобы скважины в этих месторождениях были прибыльными. WTI – это индекс цены на нефть на западе Техаса, который является эталоном цен на нефть в США. И вчера индекс WTI закрылся на уровне 67 долларов. Итак, 67 долларов за баррель – это текущая цена. И в Пермском бассейне нефтяные производители нуждаются как минимум в 70 долларов за баррель по WTI, прежде чем начнут получать прибыль от новых скважин по всем месторождениям США. Эти уровни безубыточности слишком высоки, чтобы оправдать новые инвестиции Капекс в нефтяные месторождения. Поэтому вместо этого производители просто сокращают свои планы добычи. Ригзон обновляет данные о количестве активных буровых установок в США. И мы видим, что американские энергетические компании сокращают количество активных установок в США. Это сокращение наблюдается в течение пяти из последних шести недель. И это после того, как в прошлом году количество буровых установок уже сократилось на 20%. Так что новые капиталовложения уходят, количество буровых установок сокращается, а компании будут увольнять сотрудников. А все потому, что в прошлом году американские банки и энергетические компании спрогнозировали среднюю цену нефти в 90 долларов на 2024 год. Но они ошиблись и цены продолжают падать. Как они могли не заметить весь этот спрос и дать такие плохие прогнозы относительно цен на нефть? И вот здесь скрывается та самая правда. В целом они были правы насчет глобального спроса и даже цены, но ошиблись в том, кто именно будет удовлетворять этот спрос. Дело оказалось в том, что страны БРИКС и группа стран ОПЕК создают параллельную экономику для энергетической торговли. Они создают целую новую торговую систему, чего никогда еще не случалось в современной истории, со времен создания нефтедоллара. Это очень редкий прецедент. Они не делали об этом отдельных громких заявлений, но по горячим следам мы поймали их за руку. Теперь с помощью этой новой торговой системы они обходят западные банки и западные энергетические компании, на фоне чего западная торговая система наоборот сокращается. Им больше не нужны американские нефтяные поставщики, компании и конечно же им не нужны американские банки. Например, Китай импортирует рекордные объемы сырой нефти из Ирана. В августе в прошлом месяце Китай импортировал 1,75 миллионов баррелей в сутки, что на 50% больше по сравнению с предыдущим месяцем и является рекордом за всю историю Китая. На этом графике от Bloomberg показан импорт китайской нефти из Ирана в миллионах баррелей в день. С уровня около 2000 баррелей в день в 2020 году их дневной импорт сегодня вырос в 8 раз. Именно поэтому JP Morgan промахнулся со своим прогнозом на 600 тысяч баррелей в день. А вот, например, интервью с экспертом на NPR и ее спрашивают, что стоит за этим падением цен. Она отвечает, что спрос из Китая оказался ниже, чем люди думали. Что правда в некотором смысле. Спрос Китая на нефть от западных компаний значительно снизился, потому что они ведут дела с Ираном и другими странами BRICS вместо этого. Беронс пытается лучше разобраться в этой ситуации. Транснациональная нефтегазовая компания BP или же British Petroleum со штаб-квартирой в Лондоне утверждает, что глобальный спрос на нефть достигнет пика в следующем году. Затем выровняется и после этого будет вечно падать. ОПЕК, однако, считает иначе. Спрос на нефть растет и этому не будет конца. Вот что они сказали. Они прогнозируют, что спрос на нефть будет расти еще 20 лет. Беронс задается вопросом, как BP, который является крупным энергетическим производителем, и ОПЕК, гигантские страны-производители энергии, могут иметь такие разные взгляды на глобальный спрос на нефть. Но обе организации правы. Для транснациональной нефтегазовой BP спрос будет падать. Для ОПЕК спрос будет расти. Потому что они отнимают продажи у BP и у других западных нефтяных гигантов. Это значит, что внезапно глобальные рынки ускользают из рук западных производителей энергии. Более того, в скором времени после перехода этой торговой системы на приватный блокчейн, они даже не будут знать, что это за глобальные рынки на самом деле. Кто и что покупает, кто у кого что покупает и кто что продает. Вот снова Беронс. Прогнозисты даже не согласны по поводу текущего спроса на нефть. ОПЕК говорит, что спрос на нефть в первом квартале этого года составил 103,5 миллиона баррелей в день. Американцы же утверждают, что он составил 101,7 миллиона баррелей. Разница в этих цифрах становится настолько большой, что оставляет инвесторов безнадежной информации. Нам нужно привыкнуть к этому, потому что большая часть мировой нефтяной торговли сейчас осуществляется вне американских и европейских банковских систем. Американские руководители отрасли и инвестиционные банки теперь не смогут понять даже основ. Они не понимают размеры спроса, неправильно его прогнозируют. Они не понимают, как и кем удовлетворяется этот спрос и какие цены платятся. Они могут видеть лишь падающие цены на собственных рынках. Экономические санкции против Венесуэлы, Ирана и других только побудили нефтяных производителей найти способы обойти их. Внезапно компании и правительства по всему миру бросились строить альтернативную торговую систему, чего в современной истории еще не было. И вот что пишет Atlantic Council. Они объясняют, как Китай и Иран нашли способ обойти западные банки и транспортные системы. Теперь к этому процессу присоединяются и другие подсанкционные страны или те страны, которые боятся попасть под санкции. Пока что в основном они используют китайскую валюту юань для проведения торговых операций. Торговая система уже включает в себя флоты судов, небольшие нефтеперерабатывающие заводы и торговые компании в Китае. Они также используют небольшие банки, которые уже находятся под санкциями, а значит им нечего терять. И они могут смело торговать. Когда нефть попадает в Китай, она переименовывается так, чтобы со стороны казалось, что она поступает из Малайзии или Ближнего Востока. После этого она может использоваться в Китае и на других рынках по всей Азии. Внедрение в будущем блокчейн технологии и цифровой валюты, обеспеченной золотом и корзиной национальных валют стран БРИКС, ограничит доступ третьих лиц к данным о финансовым транзакциям. А значит и санкций можно будет не бояться. Теперь они будут слепы и не будут ничего видеть. В такой мир мы идем прямо сейчас. Мир отдельных торговых систем, мир блоков и мир блоковых трансграничных цифровых валют. Фрагментация мировой, торговой и финансовой систем будет только увеличиваться. На этом все, меня зовут Богатейший Ди. Если видео было интересным, не забудь поддержать его лайком. Подписывайся на канал, здесь мы регулярно говорим о криптовалюте и экономике. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok